Ой, да как рано. Не хочу просыпаться. Хочу спать, спать. Ну, я бы воля, я бы, наверное, неделю просто спала, не просыпаясь. Триксик, спим. Время полодинства, просто проблема в том, что я вчера уснула в шесть. И я всего спала четыре часа. Сегодня мы с подругой идем на завтрак, поэтому мне надо накраситься, уложить волосы. Но, слава богу, я встала пораньше, поэтому все это дело с вами успеваем. И можем делать не спеша, еще параллельно снимать для вас влог. Для вас наверняка звучит очень дико, что я не могу встать в одиннадцать. Просто проблема в том, что я поздно засыпаю. Я поздно засыпаю не потому, что мне просто так хочется, а потому что я действительно работаю. Почему-то мне вдохновение приходит именно по ночам. Ночью мне хочется работать, плюс еще днем мама немножко отвлекает. Мама приходит, там что-то спросит, предложит какой-то десерт, продегустировать какое-то новое блюдо, которое мама приготовила, слово за слово. Я отвлекаюсь, и получается, что не проделываю всю работу. Вот, поэтому у меня режим конкретно испортился. Я засыпаю где-то в шесть, просыпаюсь в двенадцать, а порой даже в час. На мою продуктивность это пагубно никак не влияет. Но мама постоянно мне делает по этому поводу замечания. Она говорит, что ты насилуешь свой организм. Хотя я так абсолютно не считаю. У ней безумно комфортно с таким режимом. Безумно классный хайлайтер из этой палетки от NYX. Я его прям очень полюбила. Достаточно крупные блестки. Я люблю, когда в хайлайтере есть вот такие вкрапления. Тон я, кстати, сегодня не наносила, просто нанесла пудру. У меня есть достаточно плотная пудра, и я решила сегодня обойтись ею. Ну, кое-где консилер у меня, ну а так тона на лице нет. И, кстати, смотрится не очень. Когда я наношу тон, мой макияж смотрится аккуратно. Когда тона нет, все выглядит как-то грязно. Да-да-да-дам! Самый сложный выбор в моей жизни. Какую помаду выбрать? Даже не знаю, у меня столько новинок, столько помад, которые я купила, и ни разу ими не пользовалась. Точнее, я делала сводчи, но не использовала на ежедневной основе. Я вот сомневаюсь между двумя помадами. Одна из них от Maybelline, а другая от Belle, и обе они перламутровые. Я сегодня, девочки, в своей новой блузке вышла на балкон на улице. Просто ураган! Наверное, сверху надо будет что-то накинуть. А так эта блузочка мне очень нравится. Правда, джинсики немножко большие, но а так сидит просто обалденно. Еще, кстати, я выпрямила волосы, хотя это совершенно не видно. Еще плюс ветер мне поможет, думаю. Будет вообще шухер. Выпрямлять волосы, делать перческу был вообще опрометчивый шаг, потому что на улице ураган. Здесь я пока в лифте, радостно любуюсь собой, и пока что не знаю, что меня ждет на улице. Вот я в Баку больше всего ненавижу этот ветер. Лучше уж мороз, чем такой ветер. Когда я ехала в машине, было такое ощущение, что землетрясение, машина двигалась. Но, слава богу, кое-как я доехала до места назначения, кстати, без навигатора. Это заведение находится недалеко от школы, в которой я училась, поэтому эту местность я знала очень хорошо. Завтрак был действительно безумно вкусный. Мне понравилось здесь абсолютно все. Крутая подача, уютная атмосфера, вежливый персонал, в общем, все на высоте. И, кстати, Самера решила снять отдельное видео по поводу этого завтрака. Это видео уже, кстати, в ее инстаграме. Ссылку на ее инстаграм я вам в обязательном порядке оставлю в описании под видео. А я, в свою очередь, взяла на заметку. Это, правда, мы на первом этаже, но наверху, на втором, есть очень крутые кабинеты, где можно отметить день рождения. В этом году я хочу позвать всех своих подружек и отметить вместе с ними. Кстати, подружка моя купила вот такие классные часики. Сейчас я неправильно назову имя бренда и начнется в комментариях. Так как я не хочу разбирать эту заварушку, я предпочитаю просто молчать. Я, кстати, надела эти часики на руку, и мне показалось, что немножко как-то некомфортно. Они немножко сдавливают руку, но на Самере смотрится очень-очень красиво. В ноябре мы поедем в Грузию, а потом, когда вернемся, обязательно я отмечу день рождения, всех соберу вместе. И я всегда сомневаюсь, вот когда собираю в дне рождения, я всегда сомневаюсь. Вот люди друг друга не знают, будет ли им комфортно вместе, как занять всех, чтобы никто себя не чувствовал на этом празднике жизни лишним. Раз мы уже здесь, мы решили еще посмотреть кабинеты. Вот такой кабинет есть, небольшой, очень уютненький. Особенно эти зеркала очень красиво смотрятся, можно здесь пофоткаться всем вместе. Я так посчитала ориентировочно, у меня на дне рождения будет 7-8 человек, и по идее этот кабинет в полном объеме выполняет все наши хотелки. Но потом я увидела вот этот, он гораздо больше, но мне настолько понравился эти диваны, этот телевизор, он как номер отеля, и мне он понравился гораздо больше. И скорее всего я остановлюсь на этом, чтобы было больше места для развлечений, конкурсов, и надо придумать, чем мы все будем заниматься. Потому что люди абсолютно друг друга не знают, также есть языковой барьер, кто-то по-русски не говорит, кто-то говорит, кто-то на резгинский базарит, шпарит. Короче, надо обязательно что-то придумать. Если у вас есть идеи, чем можно занять гостей на дне рождения, обязательно пишите в комментариях. Так, мои хорошие, я приехала во двор Браво, потому что я кое-что заказала из Юмико. По идее я заказываю сюда, чтобы просто ходить пешком, но тут как раз я на машине, поэтому решила заехать и забрать краски, которые я заказала для своей мамочки. Краски элемент, вот, нашла на Юмико, поэтому решила заказать. А на улице просто ураган, прикиньте, я еду, и такое ощущение, что землетрясение просто. Так, сейчас по-быстренькому берем мою сумашку, сумашку мою любимую. Открываем. Вот я просто сегодня влога начала снимать. Вот эти тапочки, я хочу еще. Да ладно, этих тапочек мама не видит и не переживает. Мама всегда переживает за задний план, всегда, кстати, меня ругает. Мы сейчас с Амирой общались, Амирой говорит, что у меня тоже мама ругает меня. Я говорю, как можно тебя ругать, ты же все идеально делаешь. Амирой говорит, что это потому, что наши родители нас любят, и они хотят, чтобы мы были лучше всех. Поэтому делают нам замечания. Главный хейтер мой у меня дома. Так, все так классно запаковали. Вдох мой. Вот. Я вам миллион раз показывала уже эту краску, покажу в миллион первый раз. Она есть на Юмико, и, кстати, стоит дешевле. Хотя нет, не дешевле, потому что в магазинах ее продают вместе с оксидантом. А здесь просто краска. Короче, две краски взяла. Если маме понравится и все будет ок, то я возьму еще 10 на запас, как я люблю. В моей голове зародилась идея, с которой я в обязательном порядке должна поделиться с вами. Эта идея в моей голове достаточно давно. Все никак я не могу воплотить ее в жизнь. А все знаете почему? Потому что у меня есть боязнь того, что у меня что-то не получится. Вот всегда у меня так в жизни. То есть, если я что-то начинаю, это обязательно должно получиться. Если это не получается, то я чувствую себя неудачницей. Это очень сильно бьет по моему самолюбию. И поэтому вот долгое время я никак не могла пойти на этот шаг и открыть канал на азербайджанском языке. Не буду лукавить. Скажу вам реально, как есть. Дела обстоят на русскоязычном ютубе не так классно, как это кажется со стороны на самом деле. У меня 60-65% аудитории из России. Я, получается, с этих просмотров не зарабатываю ничего. В основном я зарабатываю благодаря Казахстану, за что вам огромное спасибо за такую лояльную аудиторию. Я вас просто обожаю и все страны СНК, включая Азербайджан. Азербайджан у меня всего 8%. Это очень мало. Хотелось бы, чтобы их было больше. А чтобы их было больше, надо говорить на азербайджанском языке. Понятное дело, что у нас здесь большинство сейчас молодежи предпочитает английский язык, турецкий язык. Очень много турецких блогеров смотрят наши местные. Поэтому я приняла решение, что я хочу хотя бы попробовать. Возможно, не получится. Возможно, это будет неинтересно, неактуально. И я, в принципе-то, ничего не теряю. Это тоже какое-то начало, какой-то старт, чего-то нового. Я хочу открыть канал и снимать там контент на Азербайджанском. Но на минуточку хочу пояснить. Естественно, вас бросать я ни в коем случае не собираюсь. Здесь также будет выходить контент в таком же ритме и режиме, как и было. Просто есть, например, определенный контент, который я могу, в принципе, снять и сюда, и туда. Например, распаковки шейн. Там озвучка идет сверху. То есть я могу озвучить и на азербайджанском языке, и на русском языке. Опубликовать это и туда, и сюда, в принципе. Почему нет? Так я могу добиться большей аудитории тем самым. В принципе, если говорить откровенно, больше заработать. Но непонятно, пойдет ли у меня, потому что я на азербайджанском языке разговариваю не так хорошо, как на русском. Я могу сформулировать свою мысль, но не знаю, насколько грамотно это получится. Когда я разговариваю на азербайджанском, я начинаю нервничать. И я очень боюсь гневных комментариев, что мне будет писать какой-то негатив. Но я все-таки надеюсь на лучшее. Все-таки какой-то старт у меня есть. По-любому кто-то меня смотреть будет. Чем вот постоянно бояться, лучше один раз это сделать, попробовать. Если получится, продолжать. Если нет, ну закрыть и сказать, что в любом случае я себя в этом деле попробовала. Что касается нового канала, я создам для него отдельный еще и инстаграм, который будет вестись на азербайджанском языке. Я надеюсь, что у меня это получится. Даже знаете, вот например, я снимаю про магазин, где все стоит один монат. Моя аудитория это Россия. В принципе, вы эти вещи купить не можете. То есть я не могу даже с вами поделиться адресом этого магазина. Хотя я это делаю абсолютно безвозмездно. Или те же заказы Шейн. Вы, например, мои зрители из России, не можете заказать ничего. Или, например, все блогеры показывают свои покупки с Вайлдберриса. В принципе, я это снять не могу. Ничем полезным с вами поделиться не могу. Но это не значит, что я вас бросаю. Просто каждому человеку хочется существовать, развиваться, осуществлять свои какие-то мечты. И для этого, для всего, для осуществления твоих мечт обязательно нужны средства. Возможно, мои слова звучат просто как оправдание того, что я делаю. Мне кажется, что я вас как-то предаю и так далее. Но мне кажется, все равно какая-то часть аудитории обязательно меня поймет. То есть я не ухожу отсюда в обязательном порядке. Здесь тоже будет обязательно контент. Еще непонятно, там у меня что-то получится или нет. Но попробовать все-таки стоит. Вот, например, в голове моей появилась идея «Моя коллекция золота». По-любому, это зрителям из Азербайджана будет очень интересно. Потому что наш народ очень любит золото. Особенно моего вкуса. Я хочу вот все свое золото снять в одно видео или даже можно в два видео. Там вот очень много изделий из санлайта и всего. Я думаю, это видео зайдет. Так что вот так вот я пойду снимать видео. Сейчас коллекция золота. Завтра, получается, с утра мне привезут роллы. Я сниму мукбанг. Надеюсь, что все получится. Конечно, получится. По-другому просто не может быть.